В окружной столице продолжает работу социальный проект «Арктический бал» и «Школа светских манер». Ребята обучают светским манерам, основам этикета и стиля. В рамках проекта в регионе впервые пройдет бал с участием камерного оркестра из Архангельска и представителей династии Романовых, а также окружных деятелей культуры. Сейчас подготовка к главному мероприятию в самом разгаре. Ребята разучивают классические танцы – полонез, вальс и кадриль. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций. Слово Натальи Кисляковой. Более 30 участников проекта «Школа светских манер» репетируют полонез. Именно этот танец открывал придворные балы. Его еще называют королем марша из-за грациозности, торжественности и величия. Это очень интересно – окунуться в дни 18-19 века, почувствовать твой эпоху, понять, как там было в те дни, померить на себя все-таки это платье, станцевать. Это очень интересно, мне это кажется. В нашем округе это проводится в первый раз, поэтому подумали, почему бы нет. На самом деле участвую в таком масштабном действительно мероприятии. Для нас честь, к тому же мы первые, кто участвует в этом проекте. И я думаю, это будет очень здорово. Уникальность проекта в том, что ребят на протяжении двух месяцев ждут различные мастер-классы, лекции и творческие встречи. Один из приглашенных спикеров – гуру светской этики и представитель царской семьи Романовых Иван Арцищевский. Он много лет умело дирижировал многочисленными визитами и встречами на международном уровне. Иван Арцищевский преподаст воспитанником школы светского воспитания – основа делового, столового и бального этикета. Мне первым делом стало интересно, что будут обучать этикету 19 века. Для меня это крайне необычно, и поэтому я решил с радостью прийти. Ну и походу объяснили, что будут танцы обучать, ну больным танцам. Визажист приедет, всех тоже намалюет как надо. Не знаю, и прикольно будет, особенно завершающий вечер. Помимо творческих встреч, светские дамы и кавалеры проекта примут участие в уникальной фотосессии «Дворянская жизнь» в стиле конца 18-го – начала 19-го века. Лучшие фотопортреты будут представлены на выставке в рамках проведения арктического бала. У молодёжи данный проект вызвал ажиотаж. Например, Владимир Бурлуцкий ради него попросил отсрочку от армии. Я договорился с военкоматом, чтобы меня отсрочили призыв. А что ты им сказал? Какая была причина? Выступление на первом арктическом балу. Ну как они, с пониманием отнеслись? Что тебе сказали? Да, сказали, что всё хорошо и повестку переписали с 10-го ноября, но на 8-е декабря. Сейчас ребята активно готовятся к арктическому балу, который пройдёт в окружной столице 6-го декабря. Шьют кители, бальные платья и постигают азы классических танцев. Волнение в любом случае будет, хоть и на сцене бывало очень часто. Что я жду? Я жду очень хороших эмоций и классного танца, чтобы мы поставили и очень хорошо танцевали. На первой репетиции было очень тяжело, потому что, во-первых, мы почти никогда не танцевали с партнёром. И хоть мой партнёр был очень хороший друг, всё равно было тяжело очень найти вот эту вот точку соприкосновения, после которой было легко танцевать. Но постепенно нашли и вот сейчас репетируем уже более успешно. Я жду, конечно, первый бал. Это что-то и знакомое одновременно, но всё же ожидаемо. Очень большие надежды на него, так как должно быть очень красиво это всё быть. Напомню, проект «Арктический бал» и «Школа светских манер» стал лучшим в конкурсе творческих инициатив окруженных НКО. Его поддержал Департамент образования, культуры и спорта Неницкого округа. На реализацию инициативы Региональной общественной организации по сохранению традиций и культуры народов Возрождения был выделен 1 миллион рублей из окружного бюджета. Наталья Кислякова, Любовь Пермякова, Антон Вдарьков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин